Я знаю, что сделано уже несколько предложений об экранизации, и что условия автора обязательно режиссером будет Александр Велединский. Я знаю, почему, то есть я знаю ответ на этот вопрос, но я хочу услышать из уст Прилепина. Ну да, ну просто сама книга, она появилась вследствие того, что однажды мой замечательный товарищ, триумфатор последнего года с фильмом «Географ Глобус Пропил», Саша Велединский, он вот года три-четыре назад мне сказал, поехали съездим на Соловки, просто поживем там, посмотрим на все, может быть придумать какая-то история. А я как раз тогда закончил свой роман очередной, у меня не было никакой работы, я говорю, поехали, Саша. Мы поехали вот там с его сыновьями, с одним продюсером, и вот жили там, ходили на службы, ездили по островам, и как-то вот в процессе всего этого вдруг неожиданно мне вот этот вот, вот гид сказал это вот одну вещь, и вдруг мне в голове эта история, раз она начала... А, то есть вот за романтическую за эту историю, да? Да-да-да, мне по-немогу складываться. А потом уже я вернулся и говорю, ну Саша, я напишу. А стал уже обкладываться всеми этими книгами, документами Бимуа... То есть изначально ведь планировалась небольшая повесть, да, вот такая вот вышла из 750 страниц. Вот она, да. Стал обкладываться этими документами, начитался столько всего, и я понял, что там такой простор для писателя, что в другом месте не найдешь. Там Дюма плакал бы от зависти, если бы он узнал, что вот такое там происходило. Вот, хоть там и ужаса, кошмара хватало, но вот на фоне этого кошмара вот это вот это было... Ведь лагерь, да, сделали в монастыре, лагерь сделали, хотя не большевики его первые сделали, тем не менее, вот лагерь в монастыре, люди самых разных верх, исповеданий, этносов, черт знает, какие только собрались там. А правда, это действительно факт, что там вот выложен, как описано в книге, белыми камнями был слон. Да, да, да. Вот, вот просто вот... Конечно. Да, да, почему-ка нет? Почему, конечно? Это же художественное произведение. Зачем я как-то буду придумывать такие... Они... Их там так много было в реальности, что... Потому что это реально очень кинематографично, вот это все видишь, все, что описано. Но история, по-моему, с Вильединским, как-то здесь кое-какие нюансы все-таки не озвучены. И если я правильно понимаю, если я правильно понимаю, у Вильдинского был заказ от некоторых людей сделать фильм, неважно про что, лишь бы там была вот задействована вот эта фактура и локация... Славянский монастырь, да. Да. То есть... Скорее не заказ, а просто предложение. Просто предложение... Оно не реализовано было. То есть это... Никакая работа... Да эти люди, они никуда не делись, они там сделали это предложение, но с тех пор прошло слишком много времени. Я-то собирался написать это за три месяца и Саше сдать. А прошло практически там уже четвертый год пошел, и есть уже другие предложения от других людей. Мы-то тем как бы ничего не... Договора не подписывали, ничего. Просто сказали, хорошо, съездим, посмотрим. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...